Ну а тем временем в Каспийске прошли показательные выступления бойцов СОБР и ОМОНа. Участвовала также и военная авиация, которая доставила бойцов на плац. После для гостей выставили военные машины и оружие подразделения. А военная полевая кухня угощала всех желающих армейской кашей. Подробнее в материале наших корреспондентов. Высадка бойца дагестанского СОБР вниз головой из вертолета. Захват здания, где засел противник, росгвардейцы действуют отработанно и слаженно. Так спецназ отмечает свой профессиональный праздник. Управление успешно выполнило все поставленные задачи и духовным командующим. Личный состав готов, силы и средства позволяют, техническое оснащение позволяет выполнять поставленные задачи. Поэтому, я думаю, мы справимся с теми задачами, которые предстоят перед нами. На праздник пришли родственники и знакомые бойцов. Для них росгвардейцы устроили показательные выступления. Личный состав прошел торжественным маршем под руководством героя России начальника управления Росгвардии Республики Дагестан Магомеда Бачилова. Здесь и военная техника, и оружие бойцов подразделения. В рядах военнослужащих уже 35 лет на боевом масштабе. Он прошел две чеченские кампании, награжден медалями и орденами за службу перед Отечеством. Сейчас он начальник штаба Управления Национальной Гвардии по Республике Дагестан. Управление было создано указом президента в 2016 году. За пять лет прошло немалый путь и сделано очень много управления. Сейчас идет переоснащение войск новым вооружением. В том числе и техника, в том числе и стрелковое оружие. Много очень новых комплексов появляется. То есть работа в этом плане ведется хорошая. Перетащить в зубах 100-килограммовый снаряд, согнуть толстый кусок металла для него плевое дело. Амар Ханапиев, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, специально для Росгвардии изготовил и подарил праздничное панно. Росгвардийцы угостили всех приглашенных блюдами военной полевой кухни. А все желающие могли осмотреть и прикоснуться к боевому оружию и технике. Вадим Розакаев, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров. Время новостей. Каспийск.